Добрый день, уважаемые зрители! Добрый день, уважаемые участники проекта SovalMash! С вами, как всегда, Александр Сударев, ну а сегодняшнее наше видео будет в непривычном формате. Обычно интервью берем мы, но сегодня интервью взяли у нас. А все потому, что важная часть деятельности компании SovalMash – это выполнение социально значимых целей. Самая глобальная из них – разработка двигателей, которые значительно улучшат экологическую обстановку на планете. Кроме того, успешная работа инновационного предприятия может стать ориентиром для молодежи при выборе профессии. В гостях у SovalMash побывала представитель Московского центра детского и юношеского творчества Биберева, куратор телевизионной программы «Шаг в будущее» Виктория Лозовая. Она и вместе с ней юные зрители программы узнали, в чем заключается уникальность технологии «Славянка» и ее польза для общества, а также ближе познакомились с профессией инженер. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Центр детского и юношеского творчества Биберева, программа «Шаг в будущее» и я, Виктория Лозовая. Это программа для тех школьников, которые уже продвинуты в области новейших технологий и для тех, кто только хочет открыть для себя этот удивительный мир и, возможно, найти свое призвание. Поэтому сегодня мы отправились в гости к нашим друзьям. Компания «Сов Элмаш», которая является официальным резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Александр, вам слово. Здравствуйте! Ну, в принципе, вы сказали самую суть, то, что компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». А насколько многие должны догадываться, ну или, может быть, я сейчас от кому-то открою на это глаза, «Технополис Москва» — это особая экономическая зона техника внедренческого типа. И на территории данной экономической зоны располагаются инновационные предприятия. И «Сов Элмаш», соответственно, не исключение. Мы занимаемся разработкой асинхронных машин электрических, вращающихся. Простыми словами, это асинхронные электродвигатели нового поколения. И, скажем, то количество инноваций, которое применяется при создании данных двигателей, огромное множество. Поэтому я думаю, что вашей аудитории будет очень интересно, наверное, все же узнать, как же этот процесс происходит. Несомненно. Несомненно. Даже вот мне, человеку, близкому больше к творчеству, к педагогике, когда я прошла по вашим площадям, я поняла, что здесь, вот здесь и сейчас создается будущее. И для наших школьников, для школьников Москвы, очень актуально сегодня узнать, какие же профессии будут востребованы в будущем, какие востребованы сейчас. И дальше, на что брать ориентир? Как вот увлечься этим миром техническим? И для того, чтобы дальше быть успешными в будущем? Вы нам поможете. Я думаю, да, мы сейчас будем разбираться с этим вопросом. Но это непростой вопрос, но у него должен быть такой же непростой ответ. Ведь дело в том, что в последнее время, я думаю, ни для кого не секрет, что очень непопулярна профессия инженер. Ведь на сегодняшний день очень много молодых специалистов, школьников, будущих студентов стремятся к тому, чтобы стать экспертом в сфере бизнеса, экономики, юриспруденции, IT-технологий. Но вот как-то с подготовкой инженеров у нас возникли некоторые пробелы. Ведь на сегодняшний день в Российской Федерации очень мало инновационных производств. Как правило, мы работаем с теми мощностями, которые остались либо после Советского Союза, либо это хорошо отлаженные какие-то производства заграничные. С российскими производствами у нас пока не все так хорошо, как хотелось бы. Но президент Владимир Путин уже дал указ, который гласит о том, что в силу вступает процесс импортозамещения. А импортозамещение подразумевает под собой фактически создание автокартийного государства, которое сможет обеспечивать себя всеми необходимыми ресурсами, изделиями. А для этого, конечно же, необходимо свое производство. Должна быть школа, которая позволит обучить специалистов в области инноваций. Ведь на сегодняшний день мы имеем дело с бесконечными возможностями. Почему? Потому что те технологии, те материалы, которые сейчас применяются в различных сферах, они позволяют делать чудеса. Чудеса в металле, чудеса в пластмассе и в любых других. Я уже сегодня соприкоснулась, я увидела, я просто, да, согласна. И на сегодняшний день те наработки, которые были открыты учеными, инженерами, они, многие из них получили возможность реализоваться. И сейчас очень важно подготовить человечество к тому, чтобы было необходимое количество специалистов, которые и будут реализовывать все эти наработки и создавать новые. А для этого необходимо создать школу инженеров. Школу действительно тех инженеров, которые обучаются на предприятии. Ведь раньше была очень интересная система, когда после прохождения обучения, получения высшего образования, специалист по распределению должен был отработать в определенной области, на определенном месте. Иногда его посылали даже в другие города. Но ведь это... Тут можно по-разному относиться к этому вопросу, но одно, сто процентов, неизменно. Какое бы образование в плане института, именно обучение человек не получил, те навыки и опыт, который он получает на предприятии, непосредственно имея дело с железом, не обязательно с железом в зависимости от производства. Это может быть и пластмасса, это может быть и что угодно. Вот именно этот опыт необходим. Только путем практики все это, конечно, остается в руках, в голове. Да, а возможность получения такого опыта возможно только при наличии этих производств. И на сегодняшний день мы в Совалмаш разрабатываем асинхронные электродвигатели с применением технологий, совмещенных обмоток славянка. Звучит это красиво, но не всем понятно, что же это такое. Ведь дело в том, что асинхронный электродвигатель в привычном нам исполнении был разработан еще довольно давно Доливо-Добровольским. И за последние сто лет он не претерпел практически никаких серьезных изменений в конструктиве. Да, может быть, что-то поменяли. Дизайн могли поменять, оребрение, материалы, качество материалов может меняться, подшипники разные. Но в целом сам конструктив остается прежним. И для того, чтобы показать какие-то новые характеристики, приходится инженерам придумывать дополнительные технические решения, которые усложняют конструкцию. Водяное охлаждение, скажем, для определенных исполнений двигателей. Ну и так далее. А в нашем же случае Дмитрий Александрович Думинов разработал новый подход. Это как раз совмещение обмоток. В классическом двигателе используются обмотки либо типа звезда, либо типа треугольник. Дмитрий Александрович их совместил. Надо отметить, что он не первый, кто попробовал это реализовать. Но до Дмитрия Александровича те попытки, которые применялись, они либо были применимы к конкретным габаритам, к конкретным двигателям, к конкретным решениям, либо они были неуспешными и не показывали тех результатов, о которых мы сейчас поговорим. А он смог разработать методологию, которая позволила, и принцип, который позволил применить данное направление к разным габаритам, к огромному количеству. И для примера, большинство потребителей электроэнергии в современном мире это асинхронные электродвигатели. Если из оборота жизнедеятельности человека убрать асинхронные электродвигатели, встанут лифты. Вода в домах не будет подаваться многоэтажных. Точно так же это касается и загородных домов. Допустим, не допустим, таких вариантов для этого встретились. Электропогрузчики, электротранспорт, автомобили, самолеты, в любой области, стиральные машины, холодильники, микроволновые печи, вентиляторы, кондиционеры. Этот список можно перечислять бесконечно много. И каждый из этих двигателей обладает определенными характеристиками. У него есть определенный срок службы. Двигатели, созданные по этой технологии, позволяют, во-первых, повысить сервис-фактор. Это такое понятие ремонтопригодности двигателя. Ой, сложно. Они позволяют получить значимую экономию электроэнергии. Это понятно. Существенно повысить КПД двигателя. То есть то количество энергии, которое он потребляет и выдает в рабочем уровне. И если мы на сегодняшний день задумаемся о том, что массово внедряем данную технологию и меняем все существующие двигатели на созданные по данной технологии совмещенных обмоток, мы получим не только колоссальный экономический эффект, но мы также получим возможность сократить выбросы в окружающую среду. Почему? Потому что для создания подобных двигателей, если мы возьмем, скажем, три двигателя, созданных по классической схеме, переработаем материал и создадим из них еще двигатели, но уже с технологией совмещенных обмоток, мы сможем собрать уже четыре двигателя. Это говорит о том, что мы сможем сократить разработку полезных ископаемых. Разработка полезных ископаемых тратит также электроэнергию. И они не бесконечные, не безграничные. Конечно. А ведь если задуматься и копнуть совсем вглубь, то для того, чтобы разработку производить, нужны инструменты. Для того, чтобы производить инструменты, нужна электроэнергия. То есть замкнулось, да, все замкнулось. И здесь вот данная возможность высвободить огромное количество этой энергии. Ведь какие-то регионы испытывают дефицит, какие-то профицит. Но если мы создаем в целом такую сеть, когда у нас нету больше дефицита электроэнергии, то это колоссальная польза для экологии планеты в целом. И в целом для жизнедеятельности человека это отличное решение. И ведь для того, чтобы работать с разработками, то, чем мы занимаемся, мы не занимаемся производством двигателей, мы их разрабатываем. И наши потенциальные клиенты это, как правило, крупные компании, которые смогут внедрять это в свои изделия. И представьте себе, вот есть производитель холодильников. Он говорит, что мне нужен электродвигатель. Но он до конца сам не сможет сформулировать, какой двигатель ему нужен. Почему? Потому что он не специалист в двигателях, он специалист в холодильниках. А холодильник это комплексное изделие, в котором много составных частей. И наши специалисты должны быть настолько профессиональными, чтобы они оценили, нужен ли ему такой двигатель. Будет ли он выполнять те потребности, которые ему нужны. Они должны вступить с ним в плотное взаимодействие и помочь ему с выбором. То есть с формированием технического задания. Того задания, по которому будет производиться разработка. И разработка ведь это тоже очень непростой процесс. Нельзя просто так взять, взять карандаш, бумагу, начертить двигатель и он пошел работать. Нет. Мы используем метод 3D-моделирования. То есть фактически мы за счет использования специальных средств, программ, моделируем поведение двигателя полностью, рассчитываем его способности. И уже на выходе мы работаем с конечным результатом. Мы получили полную 3D-модель. Мы знаем, какие результаты будет показывать двигатель. И после этого мы только уже начинаем воплощать его в железе. А для того, чтобы это делать, нужны специалисты. И специалисты нужны в разных областях. И вот, собственно, наша задача помочь молодым, потенциальным будущим специалистам понять, что это действительно очень интересная сфера. Здесь огромное поле для реализации, причем в том числе и творческой. Ведь создать 3D-модель — это подобно созданию скульптуры, написанию картины, написанию песни. Это сложный процесс, но он очень увлекательный. Очень увлекательный, очень полезный, прежде всего, этот процесс. Нам что поможет? Нам поможет дальше двигать производство за счет того, что привлекаем кадры, обучаем такую, создаем межотраслевое взаимодействие, которое послужит, наверное, всем добром, послужит каким-то прорывом. И для этого наша передача создана, для этого мы с вами встретились. И я надеюсь, вы сейчас проиллюстрируете ваш рассказ каким-то видеорядом, начнем вводить потихонечку в профессию и показывать нашим ребятам, что они увидят, чем они смогут поработать сначала онлайн, а потом, может быть, даже мы встретимся здесь, пощупают, потрогают, попробуют сделать. Ну, я, конечно, не могу обещать, что завтра мы сможем собрать здесь людей и показать что-то конкретное. Ведь на сегодняшний день есть сложная ситуация во всем мире. У нас было, в наших передачах мы называем ее плохой погодой, но на самом деле это пандемия коронавируса, и просто небезопасно находиться в замкнутых пространствах, особенно детям. И на сегодняшний день мы выполняем все указания, собственно, которые предоставлены Российской Федерацией, соблюдаем технику безопасности. Но я думаю, что эта ситуация все же закончится, и в том случае мы сможем реализовать какие-то совместные проекты. Но пока ситуация такова, это не говорит о том, что мы не будем взаимодействовать дальше. Я думаю, мы сможем подготовить интересные видео и сюжеты. Мы сможем поподробнее познакомить зрителей с тем, скажем, что такое лазерное оборудование. Казалось бы, многие знают, что такое есть. ЧПУ, станок. Что это? Как это работает? А ведь на самом деле многие, когда слышат, особенно дети, подростки, определенные вещи, они не понимают, в чем суть. Ведь многие сейчас хотят самореализоваться, хотят какого-то творчества. А ведь инженер — это и есть творец. Он каждый день творит. У многих есть неправильное представление об инженерах, но зачастую это та же ситуация, как с менеджерами. Ведь многие хотят быть менеджером, но даже не знают, что такое менеджер. Потому что менеджер торгового зала — кассир. Менеджер — кассы. Менеджер по уборке территории — дворник. Менеджер по продажам — тоже менеджер. Но ведь на самом деле менеджер — это управленец. Ведь даже в экономических институтах — это отдельное направление. Этому обучают. Хотя то, что называется у нас привычным менеджером, не отражает реальность. То же самое и с инженером. Не все понимают, чем ежедневно занимается инженер. Это не скучная работа. Это очень интересная, познавательная, увлекательная. Взять тот же испытание электродвигателей. Вот вы сегодня были в нашей лаборатории, и там огромное количество измерительного оборудования, нагрузочных машин. Все это крутится. Периодически бывают какие-то, ну не скажу, что взрывы, но захватывающие. Предвиденные, да? Результаты. Даже не предвиденные. Это нормальные результаты, запланированные, которые получаются в ходе тестирования тех же двигателей на экстремальных предельных режимах работы. То есть, ведь для того, чтобы изделие было готово, его необходимо протестировать в разных режимах. И все это очень увлекательно. Поэтому я думаю, что сегодня такое вводное наше знакомство. Скажем так, мы говорим о том, что мы готовы с вами сотрудничать. Мы готовы помочь детям, подрастающему поколению разобраться в этой теме поподробнее и понять, что это все интересно, что нужно этим заниматься. И как, я думаю, не секрет для многих, что мода, понятие очень такое растяжимое и приходящее-уходящее. Сегодня модно одно, завтра модно другое. Но одно я могу сказать. Все хотят ездить на хороших автомобилях. Все хотят жить в красивых квартирах, домах, сидеть на красивом стуле. А кто это все сделал? Инженеры. Поэтому профессия инженера, это всегда востребовано, это нужно, полезно, красиво. И очень интересно. Очень интересно. Я надеюсь, помимо такого информационного блока, у нас с вами будут такие небольшие, даже пока онлайн-мастер-классы для детей, возможно. Я думаю, да. И я очень мечтаю, чтобы у нас с вами сложился конкурс от производителя из первых рук, от вас. Вот настоящий конкурс профессиональный, где уже наши ребята смогут поучаствовать и, может быть, получить какие-то сертификаты от вас, которые им потом помогут при поступлении. Я думаю, что мы обдумаем все эти возможности и что-то обязательно предложим. Это очень интересно. И у нас, наверное, следующее – это видеоряд. Нет? Я думаю, видеоряд уже был в процессе нашего с вами повествования. А, вот так, да? Хорошо. Ну и, конечно же, мы покажем, я думаю, сейчас в конце видео какие-то интересные кадры, которые сопровождают нашу рабочую деятельность. Ведь в нашу деятельность входит не только то, что происходит здесь на площадях, но у нас бывают выездные мероприятия. Мы рассматриваем технику, где применяются двигатели. Ведь очень интересно понаблюдать за тем, как в каком-либо электротранспорте установлен двигатель, созданный с применением совмещенных обмоток «Славянка». И он показывает очень любопытные результаты. Я думаю, вы это увидите. Замечательно. Александр, спасибо большое, что вы уделили нам время. Надеюсь, что все, кто посмотрит нашу передачу, хоть тут не было такого шоу, но очень Александр говорил искренне, проникновенно. Человек, который действительно, видно, что любит свою работу, знает её и очень хочет поделиться секретами мастерства с нашими ребятами, с подрастающим поколением. И для ребят будет это очень полезно. Смотрите нашу передачу «Шаг в будущее». Всего хорошего. До свидания.